Проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Весьма переменчивым оказалось настроение водителя «Лады», которого задержали на улице Розы-Люксембург. Сначала мужчина чуть ли не с кулаками кидался на репортера, но потом остыл и пожал журналисту руку и признал вину. А в конце концов даже попросил записать поздравления для дочери. Следил за развитием событий Павел Москвин. Кировщане, которые терпеть не могут пьяных водителей, позвонили по номеру горячей линии ночного патруля. По их словам, не трезвый лихач на 15-й. На Октябрьском проспекте сначала поработал в качестве снегоуборщика, легковым авто трамбовал в сугробы, затем катался по всему городу. Вот он едет уже на улице Казанской. Все, прошел Розы, повернул на Розу в сторону Лейна. Общественники передали информацию полиции и водителя задержали. Не полетал никогда. В Дилиска это. Есть. Вообще есть? Есть, есть. Вот это как думать. Это как думать. Саживайся. Заметив камеру, Андрей пришел в ярость. А, ты же ты, это печенье. А подожди, сейчас я... Сейчас я... Потом, потом все. Давай, давай. Пошел. Водителю объяснили, что его снимает не Сергей, а Павел, но он то ли не поверил, то ли ему было все равно, кто производит съемку. Пучунин, я тебе сейчас... Ой, сейчас ручку сломаете. Не надо. Я сейчас наручники на вас надену. Давай, что, понятык пригласили. Понятык я это без камеры, ебаный. Вот, видел, нет? Что за глисия-то такая? Пучунин, я это, я тебе знаю. Да это не Пучунин, если вы знаете его. Ну, да мне... Андрей хотел узнать, как избавиться от ответственности за пьяное вождение и решил поискать информацию в интернете у популярных блогеров. Но вскоре он разочаровался в своей попытке и хотел ударить инспектора. Роман, Анна, 43-й регион. Не надо? Вы сейчас на уголовную статью себе заработаете. После такой выходки на него надели наручники. Попробуй, пупуй, пупуй. Тяжелый случай с водителем возник и при проведении административных процедур. Андрей Яковлевич. Не слышь, ты камеру угли. Слышите меня, ебаный. Андрей Яковлевич. Камеру угли, не слышь, ты, ебаный. Андрей Яковлевич, к доктору поедете на медицинское свидетельство. Я все сидит только со своими свидетелями. Такое поведение инспекторы расценили как отказ от экспертизы и на него составили материал. Вскоре Андрей успокоился и признал вину. Я поехал домой к маме, где я живу. А куда поехали? Далеко надо было ехать. На Держинске. Я виноват в это все. Я просто это все видел, все знаю. Ребят, тебя как зовут? Павел. Павел, меня Андрей зовут. Просто я сегодня апрельфинился. И слава Богу. Андрей рассказал, что у его дочери день рождения. Он попросил записать свое поздравление. Любимая дочь Матюша, сегодня я попался. Но тебя поздравляю с днем рождения. Желаю тебе самого наилучшего, чтобы папа у тебя не был таким. Но я надеюсь, мы на следующий год с тобой покатаемся на новой машине. Дочь моя, поздравляю тебя. Счастья, улыбок, всего-сего. Папа тебя целует. Прости меня за ***, пожалуйста. По словам водителя, он недавно получил права. И, похоже, на полтора года с ними придется расстаться. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.